Плавно перейдем через вопрос из чата к обсуждению матча Манчестера Юнайтед против Тоттенхэма, потому что вопрос как раз таки про этот матч. Вадим, разберите, пожалуйста, подробнее игру тройки полузащитников Тоттенхэма в матче против МЮ. Тройка допускала серьезные ошибки. В частности, Ив Бесума постоянно дублировал кого-то из пары Хейберг-Бентанкур. Я с вами не согласен. Я думаю, что ключевая проблема была не в действиях тройки полузащитников Тоттенхэма, а в том, какой разрыв был у этой тройки с нападающими. Опять же, подробнее об этом есть в стриме, но важно понимать, какую слабость вскрывал МЮ, вскрывал не слабость в тройке полузащитников МЮ, вскрывал слабость в том, как возвращаются нападающие в оборону. Схема Тоттенхэма, особенно когда Тоттенхэм садится в оборону, выглядит вот так, именно вот так. Нападающие в острых позициях для контратак находятся, и можно записывать это как 5-3-0-2. Просто ноль обычно не записываются, но они не тут располагаются. Они действительно всегда, в нашем случае, вне кадра практически всегда располагаются. Но, скорее всего, вот тут. Не думаю, что они прямо там у штрафной тусуются. И в итоге Тоттенхэм обороняется по этой схеме, которую можно еще иначе записать, как 5-3 пофигу. И на этих футболистов ложится просто слишком большой объем работы. И всех, кто есть у Манчестера Юнайтед в полузащите, они закрыть не могут. Они стараются перекрывать основные зоны, но оставляют при этом зону для дальних ударов, которые Манчестер Юнайтед постоянно носил. Опять же, подробнее я раскрывал это в разборе, но я не согласен с вами, что проблема была в полузащитниках. Проблема была в том, как отрабатывают либо не отрабатывают нападающие. И у Тоттенхэма всегда есть этот дисбаланс. Они организуют оборону так, чтобы отоброняться маленьким количеством и потом перейти в атаку, чтобы там пар нападающих и те, кто успевают прибежать их поддержать, была еще в более острой, в более выгодной позиции. И, как правило, это идет Тоттенхэму на плюс, но Манчестер Юнайтед, потому что Тенхак здорово к этому матчу подготовился, это вскрывало. Во-первых, практически все атаки они доводили до ударов, очень много носили именно дальних ударов, чтобы не возникало ситуации, когда мяч потерян и нужно встречать контратаку. Во-вторых, очень хорошо подготовили прессинг против Тоттенхэма, и тоже на пространстве их эта пара практически не беспокоила. Хотя несколько выходов у Тоттенхэма опасных было. В общем, я не согласен с вами, что первый источник проблемы именно в этом, подробнее я это разобрал в разборе. Если говорить в целом про процесс возрождения, возвращение МЮ, то давайте попытаемся его на основании ваших вопросиков обсудить. Сначала я, наверное, какие-то основные впечатления вам расскажу. Во-первых, почему после этого матча, ну на самом деле разговоры не я начал после этого матча про то, как Юнайтед возвращается. Но это действительно самый содержательный матч Манчестера Юнайтед при Тоттенхаге, самый качественный матч Манчестера Юнайтед при Тоттенхаге. И первый полноценный матч Манчестера Юнайтед при Эрике Тоттенхаге. А что я имею в виду? Дальше, раньше вернее, в матчах против Диверпуля, Арсенала, в которых Юнайтед одерживал победы, мы видели футбол Тоттенхага на протяжении каких-то отрезков, 15 минут, иногда 30 минут. Дальше все равно Юнайтед вскатывался в любимый режим контратак, и мы наблюдали уже немножко другие действия Тоттенхага. Не попытки переломить матчи, а попытки подстроиться под эти нужды футболистов своих и довести матч до конца таким образом. Тут же все, что мы привыкли видеть у Эрика Тоттенхага, мы видели и видели на протяжении всего матча. И именно этим матч впечатляет, поскольку это тоже топовый соперник. Пускай с Тоттенхагом традиционно у Юнайтед матча складываются достаточно благоприятно, но все равно такая степень превосходства не может не впечатлять. Какие конкретные элементы мы наблюдали в первую очередь, кроме вот той самой адаптации конкретно под Тоттенхагом, которую я отметил, что очень большая ставка делалась на дальние удары. Во-первых, мы наблюдали очень интересное сочетание в центре поля. Давайте уже Мачистер Юнайтед выставим на этой схемке. 4-2-3-1, Казимир и Фред в опорной, Бруну, вроде десятки, и вот такое португалоговорящее трио. Стоит заметить, что Фред и Казимир вместе играют в сборной Бразилии, и Фред очень хорошо его понимает, понимает Казимира, хорошо адаптируется, когда ему нужен партнер на одной линии, когда он может идти, отвлекать внимание выше, иногда даже подключаться вообще до штрафной, и это означало, что треугольник может очень по-разному разворачиваться. Мы видели и вариацию, когда вот тут вот Казимира, Фред и Бруну на этой позиции. Мы видели, когда Бруну опускается, Фред истает самым выдвинутым вместе с Казимира. Мы видели вариацию, когда Фред ближе к правому флангу, Бруну к левому, и тоже вот в этом направлении развернута тройка. То есть самые разные варианты, на самом деле с Нью-Каслом, где тоже это трио играло, мы видели даже варианты, когда Фред глубже, а Казимира идет ближе к штрафной. Очень гибкая тройка в центре поля, и это, конечно, тоже помогает удивлять, не быть таким пересказуемым, удивлять в рамках футбола Эрика Тенхага. Второй момент – это то, как в том числе с помощью задействования этой тройки, с помощью задействования Люка Шоу, исполняется фирменный прием Манчестера Юнайтед с комбинациями на одном фланге, изоляциями на другом фланге, под которые здорово себя проявляет Антони. Конечно, нельзя сказать, что он в этом матче прямо сильно выделялся и провел цельный матч, но такие эпизоды под него создаются, создаются что с Амонией, что с Тоттенхэмом, что там со Сидатом, и это уже прослеживается, и прослеживается на все более впечатляющих отрезках матчей. И, наконец, последний элемент – это прессинг. Прессинг, который происходит именно из Аякса, можно сказать. То же самое, что Тенхаг делал в Аяксе. Это персональные ориентировки и особенно плотная игра с персональными оппонентами в зоне мяча и попытка читать игру на дальнем фланге, где тоже есть ориентировки, но где уже не так плотно игроки располагаются и могут в последний момент переключиться, если этого требует ситуация. То есть зажимают на одном фланге персонально, на другом читают игру, и это тоже, как правило, кстати, именно на этом фланге, на фланге, где Санчо располагался, где Бруно прессинговал и шоу был, зажимали персонально, а там Антони и Казимира встречали с помощью чтения игры. В общем, что меня радует, что я перечисляю? Я достаточно конкретно перечислил аспекты, которые я наблюдаю сейчас в Манчестер Юнайтед, и каждый из этих аспектов – это именно элементы того, что мы видели от Тенхага в Аяксе. То есть хорошо видна тренерская система, и только это переносится в Манчестер Юнайтед. И, наконец, эта тренерская система видна не 15 минут, а на протяжении целого матча. Именно поэтому шепотом и со всеми оговорками я готов присоединиться к разговорам о возрождении Мью. Что меня смущает, так это то, что происходит над Тенхагом сейчас. То есть, да, он нашел, как сбалансировать этот центр, нашел, как вписать Казимира, нашел баланс в паре с Казимира и Фредом, который действует в сборной Бразилии аналогичным образом. Все это здорово. Нашел, как это совместить со своими традиционными сильными сторонами. И вот видно, что команда играет именно по тренерской системе. Могут быть у этого спады, могут быть замедления при прогрессии команды в рамках этой системы. Но вот на данном этапе он хороший вариант нашел, и видно, что Юнайтед развивается. Но мне кажется, это все, несмотря на то, что это есть, это настоящее, это действительно сейчас в Юнайтед происходит. Даже это уже достижение, что в Юнайтед такое происходит. Это все может разбиться о клубную непоследовательность. Потому что решения на более высоком уровне принимаются по-прежнему очень мутно. Вот возьмем просто лето. Вот сейчас вроде как впоследствии уже более-менее разгреб. Эрихтенхаг и с Роналду разобрался. Пускай зарплату по-прежнему Юнайтед вынужден ему платить. И нашел, как опорную зону выстроить с этими исполнителями. Но летом, вы же помните, в конце лета Фрэнки Де Йонг, Рабьё, Казимира. Между ними, по сути, Юнайтед выбирал. И то, что всех трех реально рассматривал, это в принципе не является большим секретом. И представители игроков об этом так или иначе проговаривались. И агенты, и инсайды различные были. И это суперразные футболисты. И суперразную задачу мог получить Тенхаг. И если вот этот вот элемент не будет пофикшен, если то, что творится над Тенхагом не будет исправлено, то думаю, что... Или если будут завышенные требования к нему, если будут требовать слишком быстрого прогресса, без наглядки на контексты, все это может разбиться. Поэтому давайте не увлекаться этими разговорами, но динамику нельзя не отметить. То есть, что у нас было раньше? У нас раньше были вот эти вот элементы футбола Тенхага. Даже на этих стримах мы их разбирали. Сейчас у нас к этим элементам добавился следующий шаг. Это цельный матч, где все это прослеживается. Прослеживается на дистанции всего матча и еще умножается на качественную подготовку Тенхага к конкретному сопернику. При том, что он не предавал ни один из своих принципов. Он просто подготовился к конкретной угрозе в контратаках от Тенхага Антонио Конте. Это впечатляет. И это для меня просто следующий шаг. Сначала мы говорили про элементы, но добавляли, что они пока прослеживаются местами, где-то барахлят. Но они уже есть. Их можно разглядеть. Сейчас мы говорим про цельный один матч. Дальше следующий шаг. Цельный отрезок и еще большее доминирование. Так что, я думаю, есть куда расти, но динамика возрождения Манчестера Юнайтеда, скажем так, все-таки используем этот штамп, она в целом пока скорее на оптимизм наталкивает. Субтитры создавал DimaTorzok